Братья и сестры, я одну мысль скажу, а потом еще у брата Дениса есть, наверное, три или два или четыре вопроса. Друзья, в Библии написано, кто идет за мной, но не несет креста своего, тот не может быть моим учеником. Вот записка здесь была, что у кого-то четыре ребенка и перерывы были два-три года, а у кого-то одиннадцать детей и перерывы всего один год, и здоровье слабо. Ну, как бы, Бог несправедливый. Друзья, я вообще понимаю, что тяжесть креста, которую Бог дает, Он и определяет. Ну, например, вот Григорий Васильевич Костюченко отсидел в тюрьме 12 лет. Василий Феодосиевич Рыжук отсидел 16 с половиной. Батурин Николай Георгиевич отсидел 26 лет. Бойко Николай Ерофеевич отсидел 31 лет. И кто-то отсидел 31, а кто-то отсидел всего 3 года. Друзья, кто-то родился больным, и всю жизнь он прожил, имея неизлечимую болезнь. У кого-то родился ребенок слепой, и у кого-то дети рождались с интервалом в один год, и много детей. А кто-то бездетный. Это тоже крест. Это тоже крест. Друзья, и поэтому Бог имеет право определить тяжесть креста каждому индивидуально. Наша задача только соглашаться с его волей и нести крест безропотно и покорно. В Библии написано, может ли изделие сказать горшечнику, зачем ты так делаешь? Бог имеет право определять нашу жизнь, определять на русский, который мы испытываем, кому больше, кому меньше. И мы, живя здесь на земле, можем думать, Бог несправедливо поступает. Друзья, Он имеет право. А наша задача – жить по Его воле, соглашаться с тем планом, который Бог для нас определил.